Здравствуйте, меня зовут Наталья Самойлова. Сегодня мы продолжаем серию интервью врачей о телемедицине. И у нас в гостях Аркадий Зинович Столпнер, председатель правления медицинского института имени Березина. Здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня поговорим о технологиях в медицине, о бизнесе и о возможном взаимодействии бизнеса и государства, которые сегодня у нас являются основным установщиком правил для этой сферы бизнеса. У нас ситуация в государственной медицине следующая. Были лечебные заведения, были учреждения, были больницы. Сейчас мы создаем единый информационный контур силами государства. Вы создали этот единый контур цифровой самостоятельно, ну, фактически еще начинали это делать еще 10 лет назад. Расскажите, как сейчас выглядит у вас внутри вашего, ну, как бы, внутри всей системы. Телемедицина в нашем исполнении, да. Потому что я думаю, что вы прошли гигантский путь и можете рассказать, к чему пришли уже. Ну, 15 лет, на самом деле. В августе было 15 лет, как мы начали этим заниматься. И 13 лет, к сожалению, с того момента, как мы начали пытаться внедрить телемедицину в нашу практику. И это было связано с открытием нашего первого регионального центра, когда мы должны были контролировать качество написания заключений магниторезонтной томографии нашими врачами. А у нас погиб мой партнер, который, в принципе, в компании отвечал за качество медицинских заключений, Сергей Березин. И мы встали перед выбором, что как мы будем продолжать проект. И, естественно, мы приняли решение его продолжать. И продолжать именно, так сказать, с помощью развития телемедицинских технологий. Но в компании телемедицинские технологии развивались всегда... Смотрите, вся телемедицина можно поделить, так сказать, на две части большие. Первая – это когда бизнес-то бизнес, да, бизнес для бизнеса. И когда бизнес для потребителя. Мы практически до сих пор 90-95 процентов, может быть, даже 98 процентов нашей телемедицины – это бизнес для бизнеса. И более того, я скажу, что это даже бизнес для нашего собственного бизнеса – это инсорс. То есть это заключение, которое мы делаем, все, что передается, это делается в целях внутреннего контроля качества, внутреннего контроля за пациентами, консилиумов внутренних, так сказать, и улучшения качества заключений внутри компании. Вот. И мы ежедневно выполняем примерно 3,5-4 тысячи МРТ-сканов, то есть это 3,5-4 тысячи магнитно-резонансно-томографических заключений, пишем, и примерно 7-8 процентов, то есть это где-то 250-300 с небольшим заключением, и делаем это второе мнение. Значит, они делятся на две категории, наверное, две большие. Первая категория – это второе мнение, это когда мы контролируем наших молодых врачей, которые недавно прошли у нас курс обучения и начали, уехали в регион и начали там писать, описывать заключения. И тогда мы их контролируем просто полностью, мы, они присылают все картинки, они присылают свое заключение, наш опытный доктор сидит, проверяет и делает им какие-то замечания, соглашается или не соглашается. И вторая группа заключений – это заключения, которые, это действительно второе мнение или консилиум, когда собирается, когда менее опытный доктор спрашивает более опытного доктора или даже когда вполне опытный доктор спрашивает еще одного опытного доктора для того, чтобы прийти к общему мнению какому-то относительно конкретного больного. Вот таких вот заключений – это порядка трехсот в день и, ну, считайте, что триста дней в году, триста шестьдесят, то есть это сто тысяч заключений, больше ста тысяч заключений в год мы делаем второго мнения, так сказать, в своей компании. Все, что у вас сейчас есть, это ваша собственная разработка или это аутсорсные какие-то решения, то есть что, как вы шли вообще, как бы вот, ну, можно сказать, с первого дня? То есть сами писали, покупали, инвестировали в какие-то внешние стартапы, нанимали, переманивали людей, то есть какой путь? Ну, мы никогда не переманивали людей, это сразу, да, я скажу, мы всегда выращивали людей, мы сами растили, это первое. Второе, мы, конечно, пытались что-то покупать, но 15 лет назад мы не нашли каких-то готовых для наших решений, поэтому большинство наших решений, они, так сказать, кастомизированы под нас, они приспособлены, мы их сами делали, и мы, в общем, достаточно удовлетворены тем, что мы сделали, потому что мы очень оперативно можем их, так сказать, приспосабливать под наши нужды, если возникает какая-то нужда, то доктор или оператор или физик задают вопрос айтишникам, если это изменение одобрено, если оно, так сказать, логично, то это изменение появляется в программе. И вся айти-часть, она находится инхаус? Да, она инхаус, да, абсолютно точно, мы вообще компания инхаус, мы все пытаемся делать самостоятельно. Хорошо, а все, что вы делали самостоятельно с введением закона о телемедицине, насколько вообще повлияла на вас эта история с ограничением законодательным по безопасности и так далее, то есть да, то есть вы же развивались много лет, как бы не подозревая, что государство установит в этой области какие-то свои правила? Ну, смотрите, правила, касающиеся, так сказать, безопасности персональных данных... Ну, закон о персональных данных, это одна история, закон о телемедицине... Ну, вот, начиная с персональных данных, это, наверное, тот закон, который максимально на нас повлиял, потому что для того, чтобы правильно сегодня согласно законодательству хранить эти данные даже в рамках одной компании, значит, нужно тратить некоторые деньги. Мы эти деньги тратим, к счастью или к сожалению, наверное, это необходимо, потому что персональные данные, это очень важно, это очень privacy. Вот, а что касается закона о телемедицине, возвращаясь к тому, что я сказал, что у нас 98 процентов бизнес-то-бизнес, то, в общем, закон о телемедицине нас не очень сильно повлиял. Я никогда не верил в то, что очень скоро можно будет лечить по телефону или по телевизору, да? Как бы, так сказать, я думаю, что это вопрос еще достаточно отдаленного будущего, и поэтому мы не... Нас закон никак не смущает. И развиваться в сторону B2C, то есть развивать вот эту вот потребительскую составляющую телемедицины вы не планировали? Мы планировали, мы развиваем, но мы не берем за это деньги. А, мы не ставим диагноз B, мы никогда не ставили диагноз и не собираемся его ставить. Что запрещает, так сказать, новый закон? Запрещает ставить диагноз с первого раза, да, как бы, так сказать? Удаленно. Удаленно, да, я имею в виду телемедицинский, без контакта с врачом, с первого раза. Значит, мы этого никогда не делали и никогда не хотели этого делать, именно постановка диагноза. Может быть, это связано с тем, что компания выросла из... то есть к нашей корне в рентгенологии, а рентгенологи никогда сами по себе диагноз вообще не ставят. Они описывают картинки, так сказать, и отдают это все лечащему врачу. К сожалению, мы практически всегда в нашей деятельности сталкиваемся с ситуацией, когда нам нужен пациент. Нам нужен пациент физически, да. Да, да, потому что мы, конечно, можем... Мы очень часто сталкивались с такой ситуацией. Мы находим пациента, и вроде он подходит нам на лечение. Мы просим его прислать, но он недообследован. Мы говорим, пришлите к нам, пожалуйста, данные какие-то компьютерной томографии. Он присывает. Мы говорим, слушайте, ну еще вот нам нужно немножко кровь, так сказать, такие-то анализы. Он присывает. Мы еще что-то его попросим, и в конце мы говорим, ну приезжайте, пожалуйста. Потому что окончательное решение о том, что можем мы вас лечить и как мы вас должны лечить, мы все равно будем принимать, к сожалению, здесь. И пациенты страшно недовольны всегда в таких ситуациях. То есть если они потом приезжают, получают... Нет, они недовольны, потому что они ожидали, что мы им скажем, да, приезжайте, мы вас будем лечить. Это будет стоить столько-то, или там это будет по АМС, или это будет по высокотехнологичным квотам. Но приезжайте, мы вас возьмем. А мы им этого сказать не можем. Мы говорим, что приезжайте все равно, мы посмотрим. Значит, единственное, когда мы практически всегда с вероятностью 99% можем сказать пациенту, что мы его будем лечить, это радиохирургические, так сказать, случаи. Вот когда мы человека лечим на радиохирургии одной фракцией на гамма-ноже, например, да, с вероятностью 95% мы пациенту говорим, что да, приезжайте, если у нас достаточно, конечно, документов, да, сразу, сначала, исходно нам предоставляет. И мы говорим, приезжайте, мы вас будем лечить. И единичные абсолютно случаи на наш огромный опыт. У нас вот в этом году было 10 тысяч случаев на гамма-ноже лечения. Мы в прошлом году, да, в декабре мы отпраздновали 10 тысяч пациентов. Это вообще, как бы, я думаю, третий опыт в Европе точно, а может быть и в мире. И при этом это были единичные, я знаю их просто на эти случаи, когда мы снимали пациента. Несколько раз это было, когда мы снимали диагноз, пациент приезжал с метастазами, мы ему делали уже МРТ у нас, более качественные, чем то, которое он нам присылал. Мы ему говорили, слушайте, это не метастазы, это вообще какие-то там, вплоть до того, что это были гельминты. То есть это были какие-то паразитарные заболевания. Да, мы снимали ему онкологический диагноз, но это еще раз, это единицы. Там где-то был спид, еще что-то. На деле качество вот этого дистанционного отбора пациентов уже непосредственно на процедуру, вот она достигается как раз с помощью дистанционного обследования, то есть обработки, дистанционной обработки данных по пациенту. Понимаете, я думаю, что развитие телемедицины будет связано с развитием каких-то сенсоров, каких-то анализаторов, которые смогут, то есть очень маленького размера, очень небольшие, которые смогут дистанционно снимать данные с пациента, да, по слюне, по поту, там, я не знаю, еще почему-то, и присылать их доктору, и все-таки все равно останется вот этот вот визуальный контакт. Ну, визуальный контакт, конечно, у нас сейчас камеры прекрасные, мы это тоже можем видеть, это, конечно, очень помогает. Но есть пальпация, есть перкуссия, да, как бы есть какие-то методы физические, да, обследование пациента, их никто не отменял, к счастью пока, и они, возможно, их применение только либо имея какого-то помощника на том конце, которому вы доверяете, либо все-таки, так сказать, в контакте с пациентом. Расскажите, пожалуйста, вы упомянули о высокотехнологических квотах, ну и вообще о разных способах попадания в центр, какие сейчас пропорции между, там, условно говоря, частным кошельком, ОМС, ДМС, ну вот какими-то вот разными источниками финансирования? Легко. Смотрите, если мы говорим про визуализацию, ведь это очень важно, какой чек, да, в зависимости от чека очень разные пропорции, потому что люди иногда могут позволить себе платить что-то, да, какой-то чек, а какой-то другой чек они не могут себе платить, ну, в общей массе, да, просто меньшее количество людей может себе позволить платить большие чеки. Значит, если это МРТ, то у нас примерно 20%, 15-20% это ДМС, 10-15% наверное это АМС, и все остальное это, к сожалению, деньги покупателя. То есть это private money из кармана покупателя, вот такая история, да. Если мы говорим про радиохирургию, например, где у нас чек там 200 тысяч рублей с небольшим, то, например, в Санкт-Петербурге государство очень активно к этой истории подключилось. За последние 7-8 лет мы начали с 30 пациентов, которые мы выигрывали конкурсы, значит, на радиохирургию. Сейчас это уже сотни людей, и мы оказываем помощь уже большому количеству пациентов. Если мы говорим про протонную терапию, где чек совсем большой, да, это 1 800 000 рублей, то из 200 человек, которые мы пролечили за первый год лечения, есть подозрение, что за свои деньги заплатило, может быть, человек 20. Остальные деньги – это деньги города, это деньги субъектов федерации, которые по отдельным контрактам, так сказать, оплачивали нам лечение пациентов, в основном детей. И, конечно, деньги благотворительных фондов, спасибо им огромное, которые оплачивают лечение детей. Вот такая пропорция. То есть, в общем, чем выше чек, тем меньше способность пациента платить, это понятно, и тем больше должно включаться государство. Едут ли в клинику иностранные пациенты? Конечно. Конечно, да. Какой поток, примерно, сейчас? Ну, слушайте, я не могу вам сказать, какой поток. Дело в том, что, когда я говорю, что вот я сейчас скажу, что их, наверное, примерно 30% было иностранцев, надо понимать, что часть за них все равно фонды платят. Вот, вы знаете, вот приезжают люди из Казахстана, приезжают люди из Таджикистана, например, когда это дети, фонды, даже российские фонды платят за них. Да, бывают такие случаи, когда они платят за них. Я думаю, процентов 25-30 это иностранцы. Часть из них, достаточно большая часть, это граждане ближнего зарубежья. Но у нас есть и вполне, так сказать, достаточное количество пациентов, ну, пропорционально относительно, да, как бы из дальнего зарубежья. Там Канада, Иран, Сербия, там Израиль. Что касается Израиля, например, да, я считаю, что это колоссальный наш успех. Мы заключили официальный договор с больничной, крупнейшей больничной кассой Израиля. Это с Квалитом. И у нас налажен небольшой пока поток пациентов. И мы эту историю, несомненно, будем развивать. Просто, конечно, дело в том, что в Израиле определяет все-таки доктор, да, как бы куда отправить пациента. Они до сих пор отправляли в Америку, в Соединенные Штаты. И врачу, конечно, очень трудно преодолеть вот эту вот парадигму, да, что в Россию, из России приезжает лечиться в Израиль, понимаете. Отправлять. И когда у него сидит, как мне говорил наш консультант, он говорит, ну, представьте себе, сидит доктор, у которого, значит, тут вчера был русский мальчик, он приехал лечиться в Израиль. А сегодня сидит мальчик из Израиля, да, и ему нужно отправить его в какую-то Россию. У него взрыв мозга просто происходит, потому что разрыв шаблона, потому что это невозможно даже представить. Но мы работаем над этим, и я думаю, что мы этот поток увеличим. И мы эту парадигму сломаем. Ну, вот, собственно, мой следующий вопрос был как раз про развитие центра, про развитие и технологическое, и по, там, медицинским услугам. То есть, как вы себе, ну, поскольку вы еще и председатель правления, вы стратегию не просто хорошо знаете, я думаю, что вы ее пишете. Ну, мы ее представляем, на самом деле, с партнерами, так сказать, я сам не пишу стратегии, так сказать, я каждые, там, 7-8 лет я пишу своим партнерам, как я вижу, следующие 7-8 лет, потом мы вскрываем этот конверт через 10, через 8 лет. Это очень любопытная история. Но на самом деле, конечно, мы будем развиваться. Мы вот буквально только что, несколько дней назад сдали центр ядерной медицины в Новосибирске. Мы откроем целый куст одновременно, практически с интервалом, несколько месяцев каждый. Это Новосибирск, Томск, Барнаул, Томск. Мы закроем Сибирь таким образом диагностической частью ядерной медицины. У нас есть проект в Уральском федеральном округе, не один, тоже ядерная медицина. У нас есть несколько проектов по ядерной медицине, но это диагностические, в основном, проекты. Нужно сказать, что в Новосибирске мы открываем свой второй гамма-нож. У нас теперь появляется сеть радиохирургическая. Это первая в стране радиохирургическая сеть. Два гамма-ножа – это уже сеть. И мы очень надеемся, что те граждане, которые уезжали с Дальнего Востока в Корею, лечиться или в Китай даже, будут уже приезжать. Не нужно будет ехать в Москву и Ленинград, они будут приезжать в Новосибирск. И также мы очень надеемся, что губернаторы, которые нас пригласили в регион, в Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, выделят деньги на лечение радиохирургических больных, потому что это появилось в их регионе. Ну и, конечно, мы будем развивать то, что у нас есть в Санкт-Петербурге. Мы будем строить вторую очередь нашего протонного центра. Это госпитальная часть, где будут все технологии современные, представленные сегодня для онкологии. То есть это будет некоторая, не сказал бы калька, но я сказал бы, что улучшенная модель нашего онкологического центра в Дибонахно сегодня. Она будет улучшенная, расширенная на более современных технологиях, на более современных площадях, потому что половина нашего онкологического центра построена, реконструирована. И мы, конечно, все время сталкиваемся с архитектурными органичениями, потому что я всегда это называю, что современные медицинские технологии запихать в общеобразовательную школу, понимаете, в помещение общеобразовательной школы. Мы все время страдаем там, потому что у нас приступочка какая-то, то есть нам чуть-чуть высоты не хватает и так далее, что-то сделать правильно. Вот здесь все будет очень правильно, вот, может быть, вы видели, здесь есть две двери, значит, одна дверь будет вести в гостиницу, мы соединим каналом, так сказать, трубой, переходом, вот, а вторая дверь будет вести в госпитальный центр, так сказать, и этот госпитальный центр, как бы мы замкнем цикл весь вот на этой площади. Год, когда он будет запущен? Я думаю, через год мы начнем строить, да, мы сейчас активно проектируем, сейчас собираем информацию, понимаем, какое должно быть насыщение, ездим по миру, так сказать, смотрим лучшие центры, так сказать, как это выглядит у коллег. Сколько их всего в мире, вот, подобных тому, что вы будете строить? Нет, ну, подобных тому, что мы будем строить, их очень много на самом деле, значит, но вот подобных тому, что мы все вместе сложим, так сказать, на сегодня порядка там, может быть, даже меньше, ну, я не знаю, не очень много там, ну, полноценных там два десятка, наверное, потому что центров протонной терапии становится все больше и больше, но они не всегда, как бы, ну, думаю, что все-таки, наверное, я ошибаюсь, я думаю, что 50-60. То есть вы имеете в виду, когда вы сложите все, имеете в виду вашу всю региональную диагностическую? Я имею в виду, нет, конечно, нет, я имею в виду вот эта вот та территория, на которой мы находимся в Санкт-Петербурге, да, вот здесь вот будет там 10 тысяч вот протонный центр и 12-13 тысяч это будет еще госпитальный центр. Я думаю, что мы соберем там все технологии, которые мы хотели бы собрать сегодня, которые нам интересны. По сочетанию возможных методов? Ну, то, что мы считаем, то, что нам кажется, то, что мы видим у коллег, правильным иметь в полном онкологическом центре, то есть компрехенсив канцерцентр, который может оказать пациентам любую современную онкологическую помощь. Скажите, пожалуйста, в каких-то других странах, не в России, проекты возможны? Да. Рассматриваете? Да, мы не только рассматриваем, мы начали уже проект. Где? Нет, я вам скажу, мы начали проект в Аргентине. Значит, возвращаясь к телемедицине, поскольку масштабируете бизнес, смотрите у коллег какие-то технологии, наверняка же не все вы сможете разрабатывать в инхаус, да? То есть что-то придется, наверное, пользоваться и западными какими-то наработками, что-то, возможно, вы сможете найти, проинвестировать в России. Как у вас поставлен вот этот вот поиск нужных вам разработок? Ну, мы тратим деньги на учебу. То есть учеба – это не только ездить, да, как бы, и учиться, так сказать, в госпиталях, хотя на это тоже уходят достаточно большие средства. Мы посылаем врачей, у нас хорошие бюджеты на обучение, но я имею в виду, что мы ездим на конференции, мы ездим на выставки, мы ездим на шоу определенные, да, шоу в том плане, что, ну, как эксибишн шоу, да, какие-то выставки. И мы пытаемся быть в курсе современных разработок, читаем, смотрим. Это стоит денег. Это для того, чтобы принять решение, какого производителя выбрать из существующих для протонного центра. Я думаю, что мы, ну, я, наверное, 8-9 центров объехал, существующих, а вот наш главный медицинский физик, я думаю, что и все 15. То есть это тоже, понимаете, как бы каждая поездка, каждый, там, несколько дней надо побыть, надо посмотреть, купить билеты, потратить время на дорогу, на нахождение там, это все, это бюджет. Вот у нас на самом деле рынок цифровизации и вообще телемедицины, вот в частности, перегрет именно ожиданиями стартаперов, там, разработчиков, там есть разные люди с разным бэкграундом, таким ожиданием о том, что придет какой-то инвестор, что-то купит, вложит, инвестирует, потому что потребность есть, как бы, болеть мы, как ни странно, меньше. Не можем и не будем, да. Будем больше, я вам хочу сказать, да. А уж с онкологией-то точно больше будем. Вот, поэтому, кстати, да, вот следующий вопрос, поэтому очень много желающих, что-то, кто-то на коленке написал, кто-то более серьезно подходил к вопросу, скажите, пожалуйста, российские стартапы, был ли у вас какой-то опыт, ну, такого положительного взаимодействия с российскими стартапами? У нас был опыт попытки взаимодействия с российским стартапом, с одним из российских стартапов, он не был непозитивным, может быть, ну, я не могу сказать, что он был активно негативным, он был просто нейтральным, так скажем, и я вообще считаю, что ожидания завышены. Я не думаю, что мы увидим прорывы, я пока не вижу прорывов ни в России, ни в мире, таких настоящих прорывов, и я боюсь, что мы их не увидим в ближайшие там несколько лет. Ну, это мое сугубо личное мнение. Вы имеете в виду, что не видите даже нишевых каких-то решений? Нет-нет-нет, как раз нишевые решения как раз могут быть, как раз вот это как раз, да, я говорю о глобальных прорывах, да, как бы, что мы взяли и поменяли доктора, так сказать, на машину, вот, и это хорошо. Какой-то агрегатор, выкнул на кнопочку, выскочил диагноз. Да, и вместо доктора, так сказать, он сидит и пишет вам диагнозы. Но неоднократно мы видели, что машина, анализируя картинки какие-то уже сейчас, да, она оказывается, так сказать, лучше людей. Значит, а когда она оказывается в жизни, почему-то она оказывается хуже, да, как бы, так сказать, в реальной ситуации, да, как бы, когда мы картинки в нее какие-то загружаем, даже настоящие, да, она вроде как выигрывает, да, у человека, там, как в шахматы, да, вот, а когда эта медицина начинается настоящая, да, с ее оттенками, там, миллионами, да, миллионами паттернов, то машина пока не может. И, ну, вот, вот так вот, да, как бы, кто будет первый в этой гонке, я не знаю. Кто останется? Посмотрите, есть Google, который огромные деньги вкладывает сейчас, да, Amazon, так сказать, эти монстры, да, у них огромные средства, у них большие шансы быть впереди, да, оказаться впереди. У них нет внутри медицинской экспертизы, у них есть другое целеполагание. Ну, это правда, но если там чуть-чуть что-то изменится с целеполаганием, да, появится экспертиза, то есть у них шансы большие, огромные деньги, деньги, с огромными деньгами тяжело очень бороться, да, они могут, это не большие деньги, это фантастические деньги, да, любые деньги, как бы, да, вот, выиграет ли это какая-то маленькая компания, тоже может быть вполне, да, потому что, как бы, самые большие открытия, они на коленках, да, как бы, часто раньше делали, сейчас, правда, нужна уже некоторая техника. Уши чуть-чуть, да, на коленках, так сказать, уходят, вот, но еще раз, да, я про искусственный интеллект слышал там 10 лет назад, и все говорили, что это будет, ну, 8 лет назад, все говорили, это 2-3 года, и будет вот просто все, да. И сейчас то же самое, да, мы слышим 2-3 года, и будет взрыв, я думаю, что тренд абсолютно понятен, это будет, и искусственный интеллект, и телемедицина, и она будет в большом объеме, а вот время, когда это произойдет, я думаю, нами переоценено, то есть она, как бы, мы пытаемся акселерировать это, вот, то есть в нашей голове. Хорошо, вопрос последний по поводу болеть больше. Ну, мы же, все было за здравие, теперь нужно чуть-чуть за упокой. Да, нам никуда не деться, мы будем болеть больше. Да, значит, Вероника Скворцова, я ее упомянула все-таки в нашем разговоре, на Гайдаровском форуме 2 или 3 дня назад выступала с докладом, где сказала, что 15% заболеваний обусловлено генетикой, 85% заболеваний – это внешние факторы. Вот ваше мнение, как человека, который 10 тысяч пациентов уже, так сказать, прошел этот порог, 10 тысяч пациентов. Ну, 10 тысяч пациентов только на гамма-ноже, да, как бы, так у нас, наверное, уже за 15 тысяч, но, что касается факторов, слушайте, это абсолютно известные цифры, что здравоохранение, уровень здравоохранения обуславливается, так сказать, там, 15-20%, так сказать, вот… Ну, понятно. Понятно, да, а 80% – это образ жизни. Это абсолютно верно, если человек не заботится о своем здоровье, то, ну, грош ему цена. И он будет болеть, и государству никаких денег не хватит, так сказать, на то, чтобы его лечить, лечить, лечить бесконечно, а он будет… Нет, он бесконечно будет продлять ему жизнь, а человек будет гробить. Да, это невозможно, вот. А вторая часть – это чисто генетическая, да, которая обусловлена биологическими законами. И я привожу пример продолжительности жизни, да, мы будем жить дольше, да, это, как бы, и в указах президента, и, наверное, в трендах мировых. И как только… Уже сейчас видно, что чем дольше мы живем, мы знаем, что чем дольше живем, тем больше мы болеем онкологическими заболеваниями. И если это черта 80-80 лет будет переедена, да, средний возраст, то я думаю, мы увидим экспоненциальный рост онкологических заболеваний, как это мы уже видим в других странах, как, например, Японии, в Соединенных Штатах Америки, в Швейцарии, где реальный рост продолжительности жизни, люди живут дольше 80 лет, и где процентное отношение этих людей и всех вообще людей, болеющих онкологическими заболеваниями, гораздо выше. Спасибо огромное. Я благодарна вам за прекрасную обстановку и за ваш труд. Спасибо большое. Спасибо.